В 2016-м Александра Яковлева после долгого перерыва снялась в кино. И многие были в восторге. Но, наконец-то, она вернулась. Пётр Сергеевич, надо готовить Петропавловск. Дальше улететь не смогут. К этому времени она уже давно не была актрисой. А когда тяжело заболела, и врачи сказали, что дни её сочтены, страшно боялась, что прощание с ней организуют в Доме кино. Санкт-Петербург, 5 апреля 2022 года. Александре было бы важно и проститься с Питером, и с теми людьми, которые были в Питере. Большой зал, много людей. Яковлева в окружении белых роз. Рядом чёрно-белая фотография. Очень красивая девушка, которую сразу полюбила и запомнила страна. Рядом с гробом на бархатных подушках награды и удостоверения Александры Яковлевой. Член Союза кинематографистов, почётный работник Октябрьской железной дороги и почётный житель города Калининграда. Вы сегодня прощаетесь и счастливым человеком. Александра Яковлева. Александра Яковлева всю жизнь создавала образ женщины сильной и образцово-показательной. И не хотела, чтобы люди знали о каких-то изъянах в её биографии. Александра была большим мифотворцем. Легенды и мифы Древней Греции – это всё про неё и про её биографию. Яковлева не любила вопросов о родителях. Но под нажимом журналистов пару раз сказала, что ещё в раннем детстве осталась сиротой. Якобы мать и отец погибли в автокатастрофе. Они не погибли. Они разошлись. Кто-то там злоупотреблял чем-то. Но из-за этого как бы семья не сложилась, распалась. Она лгала всё время. Но она многое сочиняла и сама в это уверовала. Мать Яковлевой после развода дочь свою бросила, уехала за границу и не навещала, припоручив все заботы о ребёнке матери. Бабушка только как только Саша приезжает, она там на секретаре. И Сашенька на весь подъезд встречает её. Она очень её любила. Она её и вырастёт. И эта бабушка придумала, что Сашенька обязательно должна стать актрисой. И эта профессия подходит ей лучше всего. И воспитывала её очень строго. Когда сверстницы гуляли во дворе, Саша либо занималась балетом, либо была в драм-кружке, либо играла на скрипке или учила длинные поэмы. Бабушка её воспитывала. Воспитывала очень жёстко. Заставляла её, допустим, медного всадника наизусть учить полностью. По паспорту Саша была Иванесс. Но в большое кино вошла с фамилией Яковлева. Это была фамилия деда. Город Калининград. 1998 год. Яковлева захотела посмотреть, как выглядит квартира её покойной бабушки, которую она давно продала. Пришла в родной подъезд с подругами и шампанским. И настойчиво пыталась проникнуть в квартиру. У меня пожаловались соседи из этого дома. Они сели и поминали бабушку на лестничной клетке. Да. Что, естественно, и вызвало недовольство соседей. В фильме «Танцплощадка» она сыграла одинокую женщину, жившую в перманентном нервном срыве. Не смейте! Не смейте! Я когда-то спалю её, и всё, конец! И женщин, глядя на которых мороз по коже, она сыграла немало. Она могла бы сыграть не только вас, Сужелезнову, а она смогла бы сыграть Маргарет Тэтчер. Кого хочешь! Какая стерва! Заколдованная Алёнушка запомнилась всей стране. Убирайтесь! И не ставьте щёлкать, когда я разговариваю! И вообще я никого не удерживаю! Я человека подобного Александре не встречала никогда в жизни, ни до, ни после. Саша считала, что у неё есть право на всё. Абсолютно на всё. Хочу с неба звёздочку, достаньте и дайте. А почему я должен тебя достать? Потому что я хочу. У Яковлевой был взрывной характер. Промолчать, найти компромисс – это было не про неё. Она то и дело бросалась в атаку. Язычок у неё был ещё в путинате. Так могла сказать, кого она не убила, я этим людям не завидовал. Это был абсолютный таран, танк, как угодно назовите. В 1974 году Яковлева поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. И сразу начались конфликты с одногруппниками, а потом и со всем институтом. Она была очень занудчивая, вздорная, судя по рассказам ребятам. Наши девочки почему-то её не взлюбили. Особенно девочки. Дошло до того, что почти все девушки курса сговорились объявить Александре бойкот. И даже хотели написать коллективное письмо ректору института, чтобы грубую девушку отчислили из вуза. При неё выгонять собирали эти ребята своими силами. На что я посторился с ними, это была такая история. Я сказал им, ребят, не вы принимали, не вам, и выгонять её с курса, либо как-то решать её судьбу. Преподаватели признавали, что Александра очень красива, считали её очень способной. Но она беспрерывно опаздывала на лекции и репетиции. Всех это злило и обижало. Александра и вовсе могла не прийти. И на замечание отвечала хамством. В итоге её отчислили после первого курса. Но драмы из этого Александра делать не стала. Она просто зарядилась этой энергией и сказала, ах так, вы меня гоните отовсюду, я вам покажу, кучки на мать. И не прошло и двух лет, или трёх, появляется экипаж. Появляется экипаж. Ну, конечно, все присели. Фильм «Экипаж» посмотрели более 71 миллиона зрителей. И они были в восторге. Андрей Васильевич, там пассажиры волнуются. Некоторым дышать даже нечем. И холод в залуне. Но эта роль могла ей не достаться. Режиссёр Александр Митай изначально хотел снимать Елену Проклову. Даже не делал проб. В роли стюардессы Тамары он видел только её. Но актриса в последний момент отказалась от участия в съёмках. Лена Проклова зашла ко мне. Вы извините, пожалуйста, сказала она. Но я сниматься у вас не могу. До съёмок было всего 10 дней. Расстроенный Митай шёл по коридору Масфильма и заметил девушку, утирающую обильные слёзы. Это была Александра, которая не прошла пробы у Данелии в фильм «Осенний марафон». И мету озарила. Это Тамара. Начать дебютировать в 20 лет в этом фильме с великим режиссёром, с такими актёрами фантастическими. Это подарок судьбы, я считаю. Картина поразила советских граждан не только спецэффектами, но и откровенной постельной сценой. До экипажа так не снимал никто. Актриса по распоряжению режиссёра без капли стеснения разделась на площадке. Кинула трусики, голенькая готова. Без всякого смущения. Это тоже говорит о характере. Но вот Леонид Филатов был не просто зажатым. Актёра парализовало. Он категорически отказался снимать джинсы. Саша Мита, режиссёр, говорит, ну, Лёнечка, ну, ты же мужик, ну, чего, ну, как джинсы, ну, нет, 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 я раздеваться не буду. Она придумала вот эту сцену с Яблоком, когда они с Филатовым лежат в постели. Я была так счастлива за неё, просто счастлива. Но Мите было непросто. У Яковлевой было очень мало опыта, приходилось снимать десятки дублей. И она всё время капризничала и опаздывала на съёмки. У неё просто характер такой был взрывной. У неё же было прозвище за глаза. Её звали цунами на съёмочной группе. САНТ-ПЕТЕРБУРГ, 2018-й год. Яковлева должна была ехать в командировку в Минск. Собирала вещи, всё как обычно. И вдруг почувствовала, что у неё отнялись ноги. Это было оглушительным ударом для всех. Яковлева работала без выходных и с отпуском не больше недели раз в пару лет. Бесконечные поездки, встречи, любимые внуки. И никому и в голову прийти не могло, что она давно живёт с постоянной болью. То, что у неё отнялись ноги, это были уже метастазы, позвоночник. У неё рак в груди четвёртой стадии уже. Схватку с раком пережили многие актрисы, звёзды нашего кино. Удивительно красивые и талантливые женщины. И все до одной оказались очень сильными. Анна Самохина была доставлена в 2009 году в клинику с острыми болями в желудке. И диагностика показала четвёртую, неизлечимую стадию рака. Четвёртая стадия рака желудка. Ну, практически не вылечивается. Можно проводить химиотерапию. Есть разные схемы. Эффективность относительно невысока. Сегодня живой он, и завтра живой он. А вот послезавтра, как сна... Майя Кристалинская узнала, что у неё рак лимфатических узлов в 28. Но врачам удалось с помощью облучения и химиотерапии добиться ремиссии. Но в 84-м рак вернулся, и певица сгорела за год. Алла Балтер в середине 90-х боролась за жизнь мужа Эммануила Виторгана, у которого обнаружили рак лёгких. Болезнь была побеждена. Но через три года у самой Аллы диагностировали рак позвоночника, который вскоре дал метастазы. И она умерла. Такой же диагноз лишил жизни и любовь Полищук. Это были последствия тяжёлой травмы. Она заплатила огромные деньги за лечение в Израиле, держала лицо, снималась в ситкоме. Но силы были неравны. Болезнь оказалась сильнее. В какой-то момент она мне сказала, ты знаешь, самое страшное в жизни – это боль. Это просто физическая боль, которая превращает тебя в линолеум. Людмилу Сенчину уничтожил рак поджелудочной железы. 16 химиотерапий, тяжелейшая операция. Но она выходила на сцену даже за месяц до смерти. Я точно знал, что у неё под платьем катетеры, бутылочки со всякими этими процессами. Просто платьем это всё скрывалось, Илюся улыбалась. Она была счастливая и пела. Так же вела себя и Александра Яковлева. За время болезни она перенесла 20 курсов химиотерапии. Но мрачным прогнозам никогда не верила. Настроение у актрисы было боевое. Для меня вот так вот умереть вдруг – это невозможно. Она сказала, что? Три месяца? Нет. Я буду жить. Санкт-Петербург, 5 апреля 2022 года. На прощание с Яковлевой приехали её однокурсник Андрей Ургант и Александр Розенбаум, с которым актриса дружила долгие годы. Говорили с ней до самой её кончины. Медицина, она такая, я доктор бы занимался этим вопросом. И журналисты окружили Дениса Гончарова про отношения актрисы, с которым ходило много сплетен. То ли роман, то ли просто дружба. Я, наверное, последние несколько лет был самым близким другом. Гончаров был директором кинотеатра в городе Тосно. Яковлева пригласила его помочь с организацией фестиваля «Янтарная пантера» в Калининграде. Она, конечно, человек энергии. Она влетела, сразу потребовала отварной картошки. Несмотря на отсутствие актёрского образования, Яковлева ввела Дениса в спектакль «Две женщины и лейтенант». Хотя изначально на сцену с ней выходил актёр Сергей Кашонин. Мы с ней сыграли несколько спектаклей. А потом, видимо, она хотела благодарить своего друга и шофёра. Это Денис, парень, который её возил везде по врачам, в больнице. Ну, просто, да, без него никуда. Гончаров был человеком, который умел найти очень правильные слова поддержки. Сопровождал актрису в поездках и на семейных мероприятиях. Решал бытовые вопросы, покупал продукты и лекарства. Это вот чисто друг, всё. Он женатый человек, у него трое детей. Ну, это, конечно, редкость бывает. Который действительно в тот нужный момент оказался возле неё. Санкт-Петербург, 5 апреля 2022 года. Рядом с детьми Александра Яковлевой был их отец и первый муж актрисы Валерий Кухарешин. Он дал короткое интервью журналистам после гражданской панихиды. Мы прожили с Сашей в браке 7 лет. У нас двое детей. Ну, для меня, такого, скажем, домашнего ребёнка, эти 7 лет были ускорены школой начинающего бойца. Когда Саше исполнилось 18, она поехала поступать в Ленинградский институт театра музыки и кинематографии. Но ни яркая внешность, ни пластичность не помогли ей пройти вступительные испытания. Приёмная комиссия отсеяла Яковлеву в последнем туре. Но вернуться домой к бабушке без студенческого билета Александра не могла. В тот год курс набирал известный режиссёр Георгий Товстоногов. И Яковлева подкараулила его на улице и в слезах начала монолог, который произвёл на метро неизгладимое впечатление. Это было гораздо лучше заготовленных дома для поступления песен и басен. Она бросилась в ноги Товстоногову и сказала, бабушка умрёт, если вы меня не примете. Товстоногов посмотрел на это чудо и сказал, ну хорошо, пусть бабушка живёт. Когда Яковлева прорвалась в алгитме, то крутила параллельно сразу несколько романов. За ней бегали толпы влюблённых студентов, и она сама проявляла шокирующую инициативу. Она могла спокойно подойти и сказать, вот ты мне нравишься, да? Она без каких-то комплексов, да? Комплексов не было абсолютно. Но когда стало известно о романе Александры с одногруппником Валерием Кухарешиным, все очень удивились. Уж очень они были разные. Вот такой эстет немножко, так, да? Это абсолютно взрывная, да? Очень темпераментная. Бракосочетание отметили в тесной комнатке общежития, в которую набилась чуть ли не половина курса. Замуж Яковлева вышла в обычном платье. Денег на свадебные наряды у молодожёнов не было. На стол собрали всё, что нашлось у друзей по общаге. Все были на этой прекрасной свадьбе, они были такие счастливые. Саша уже была беременна. Вскоре Александра родила дочь Елизавету. Спустя три года сына Кондрата. А роль стюардессы Тамары превратила её в один из главных секс-символов Советского Союза. Лоб у нас низкий, без морщин. Ага. Человек не думает, не страдает. Я стала звездой. За мной гонялись режиссёры, дрались за меня даже. Причину развода актёры не называли никогда. Но оба тепло отзывались друг о друге всю оставшуюся жизнь. И Кухарешин был рядом, когда она боролась со смертельной болезнью. Дети и я, мы принимали в этом непосредственном участие, потому что больше вокруг неё близких людей у неё не было. Санкт-Петербург, 2018 год. Оглушённая новостью о смертельном диагнозе, Яковлева призналась близкому другу, что непростительно легкомысленно относилась к своему здоровью. У меня даже карточки в поликлинику никогда не было. И дотянула до такой стадии, когда уже не смогла дальше терпеть. Поначалу актриса хотела сохранить свой диагноз в тайне. О нём почти два года знали только самые близкие люди. Я о болезни ничего не знал. И она никому не говорила. Это такая характерная черта сильных людей, которые не хотят никого обременять. Но в 2019 году Яковлева неожиданно рассказала о своей трагедии в одном из популярных ток-шоу. Я объявила это на всю страну, передачи у Андрея Балахова, что мне страшно умирать. После нескольких курсов химиотерапии Яковлева потеряла волосы и теперь носила барик. Поправилась. Её лицо изменилось. И неожиданно для всех она опубликовала фотографии с лысой головой. На затылке был узор, нанесённый с помощью хны. Мы встречали её день рождения. Были там, значит, за городом, на даче. И она вдруг сказала, что... А давай снимемся. Разрисовала голову, узоры, значит, красками и так далее. И в таком виде вот появилась на публике. Потому что ей надоело, что кто-то там это обсуждает. Но печальные перемены во внешности были огромной болью актрисы. Ведь всю жизнь она считала себя просто неотразимой. Я сейчас смотрю на свои фотографии и думаю, господи, кто это? То есть была такая уникальная внешность голливудская. Я красивая и уж точно подхожу на роль Дианы в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Решила она. И победила конкуренток. Ольгу Кабо и Ирину Розанову, которых тоже пробовала режиссёр Алла Сурикова. Я буду в этом фильме сниматься, и дальше у вас хоть трава не растет. Я приду на съёмочную площадку, лягу пластом, я закрою вам своей мощной грудью все объективы, я подерусь с оператором. На пробах нужно было петь и танцевать. Но Яковлева была больна ангиной и не смогла работать в полную силу. Но потом просто каждый день по два-три раза звонила режиссёру и долбила, долбила, долбила. То, что Александра её прогнула, это правда. Я её люблю. Дружище, твои дела безнадёжны. После выхода фильма в прокат актрисе приписывали роман с Андреем Мироновым. На экране были заметные натуральные флюиды. Прошу тебя, сделай монтаж. Джон. Джонни. Но Яковлева говорила, что романа случиться не могло. За спиной Миронова всегда незримо стояла мощная фигура его властной мамы. Он был мамин сын. Он был воспитан тиранкой матерью мальчик, которого все его женщины гробастали. Спустя два месяца после премьеры «Человека с бульвара Капуцинов» Миронов потерял сознание во время спектакля в Риге. И через два дня умер в больнице. От разрыва аневризмы в мозге. Андрея Мироновой всегда. И тоже она с такой болью говорила о таком раннем уходе. Он очень заботился о ней, очень помогал ей в профессии. Очень поддержал ее. О браке с журналистом Александром Невзоровым Яковлева заговорила лишь незадолго до смерти. Да и он избегал этой темы. Роман случился, когда Невзоров уже был известным журналистом. Он был молод, хорош собой, харизматичен, такой, как войдет в эти 600 секунд, как брови сурово насупит, как начнет тарахтеть. Вау, все девушки. В Гамбурге в супермаркете при краже майки был задержан министр торговли Кыргызстана Боясин. Александра Яковлева рассказала спустя почти 30 лет, что вместе они были меньше года. И светлых воспоминаний не осталось. А Невзоров вообще повел себя неприлично. Назвал Яковлеву крупной блондинкой колхозного типа и заявил, что брак был заключен просто в шутку. Плохо расстались. У Саши язык был крайне невоздержанный. У Александра Глебовича, согласитесь, тоже. То есть беседы при Ясной Луне носили, я думаю, феерический характер в эпоху расставания. Яковлева говорила, что Невзоров просто, скорее всего, хотел поставить галочку напротив пункта роман со звездой. Чувств настоящих не было. А когда актриса заболела, жена журналиста Лидия заявила, что Яковлева была для него лишь звездочкой на фюзеляже. И она благодарна, что за 30 лет она ничем их счастливому браку не мешала. И перечислила ей на лечение месячный доход от их онлайн-магазина. Санкт-Петербург, 5 апреля 2022 года. На прощении с Александрой Яковлевой было очень много журналистов. И они ждали появления ее третьего мужа Калью Асмяя. Но он не пришел с ней проститься. Актриса познакомилась с ним на съемках фильма «Парашютисты» в 1984 году. Она играла спортсменку Зинаиду Гастилову и должна была научиться прыгать с парашютом. Хороший парень, скромный инструктор по парашютному спорту, который ее тренировал. Яковлева так хотела поразить Калью, что сразу сказала, дублер мне не нужен. И совершила во время съемок 110 прыжков с парашютом. Абсолютно безбашенная девка всегда была. У нее такое ощущение, что у нее отсутствовало чувство страха. И с первых дней романа было ясно. Калью придется во всем подчиняться Александре. И сначала он был не против. Очень спокойный, подкаблучник такой был. Саша не смогла бы жить с сильным человеком. По окончании съемок у Александры Яковлевой был первый спортивный разряд по прыжкам с парашютом и новый муж. А Смяя был родом из Эстонии. Но все бросил и стал жить вместе с Яковлевой в Ленинграде. И пара выглядела поначалу счастливой. Он просто, я так понимаю, не реагировал на все ее эти эмоциональные всплески, бури. То есть реагировал так, как надо. Он как успокоительный, я так понимаю, действовал. Яковлева утверждала, что в браке с Асмяей они прожили душа в душу 30 лет. Однако вместе их не видели очень долго. И не было свежих совместных фото. И только в 2016 году актриса призналась, что давно развелась. А у Асмяя давно другая семья. И он вернулся в Эстонию. Но при этом, даже когда Калью был уже женат на другой женщине, но правда женат, она все равно продолжала утверждать, что он ее муж, прям вот действующий муж. Причину краха третьего брака Яковлева никогда не называла. Но друзья актрисы уверены, что Асмяя не выдержал все-таки непростого характера актрисы. Устал жить от скандала к скандалу. На вампирше, по сути, было сделать больно, уколоть. Чтоб человек завибрировал, заволновался, образуется дырочка такая в ауре. А она в этот момент, она питалась. В 90-е Александра Яковлева растерялась, как и многие другие актеры, которые до этого вели звездный образ жизни. Это был дикий, дикий, дикий ужас. В окно в Париже есть такая сцена. Газеты, ветер несет газеты, идет человек. Разбивает телефонную бутылку и идет дача. Вот символ этой эпохи. Ужас. Это было страшное время. К концу советской эпохи Ленфильм выпустил полторы тысячи картин. Но в 90-е выглядел очень печально. Пустующие павильоны и несчастные сотрудники остановившейся фабрики грез. Приходили на Ленфильм, и там сидели люди в буфете и сидели. Сидели, сидели, выпивали, ждали. Приходили по инерции. Сидели, и не только артисты, и операторы, и технические работники, и художники. Вот такое. Потому что ничего нет, ничего не снимается. Актеры в 90-е меняли профессию. Владимир Ивашов пошел работать на стройку, где надорвался и вскоре умер. Светлана Светличная устроилась в богатую семью домработницей. Светлана Тома торговала обувью. Михаил Кононов уехал в деревню в надежде, что прокормит огород. Людмила Нильская продавала горячие бутерброды, а потом улетела в Америку. И там работала за унизительную зарплату продавщицей. Кто-то пирожками торговать, кто-то на рынок, кто-то шиферил, кто-то еще как-то челнок, челноком становился. Фильмы, в которых в начале 90-х снималась Александра Яковлева, были очень низкого качества. Но она бралась за любую работу. Соглашалась играть в проституток. А в 93-м Яковлева смогла убедить балтийское морское пароходство дать ей денег на фильм «Паром Анна Каренина». Она сама снимала картину как режиссер и играла главную роль. Был начальник пароходства у нас. И она просто ломилась к нему в наглую кабинет. «Кабинет? Дайте денег, я снимаю кино». Но опять же, зная Сашу, он дал денег. Без проблем. Но проект резко свернули. И Яковлева осталась у разбитого корыта. Несчастная мать-одиночка, которая не знает, как содержать семью. Человек с двумя детьми остался на улице без квартиры, без пельменной, без пошивочного цеха, без ничего. И в 93-м умер самый близкий человек актрисы – любимая бабушка. Главное – ее опора. Яковлева помчалась в родной Калининград ее хоронить. Но денег не было даже на гроб. И она решила обратиться за помощью к мэру города. Не пришла, а ворвалась, можно сказать, что характерно для нее и свойственно. Появилась она в совершенно замечательном виде, в брючном костюме, в белом, все такое. Ну, как положено. Красивая, обаятельная, улыбчивая. Мэр помог актрисе достойно похоронить любимую бабушку и неожиданно предложил Александре стать его заместителем по культуре. И она в Калининграде сделала фестиваль. Это очень хлопотное занятие, потому что это надо доставать деньги, бегать по чиновникам, кого-то упрашивать, кого-то там просить. Но спустя пять лет новый мэр города объявил Яковлевой, что в ее услугах больше не нуждается. Актриса вернулась в Санкт-Петербург. Устроилась на работу в РЖД и быстро стала большим руководителем с репутацией специалиста, который может все. Я стала заместителем начальника Октябрьской железной дороги и потом заместителем директора скоростного сообщения и участвовала в запуске первого высокоскоростного поезда. Ее рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался поздним вечером. От актрисы в ней почти ничего не осталось. Это был жесткий руководитель, которого боялись и очень уважали. Она когда заходила, сначала заходила энергетика, потом она. То есть сначала она, и ты уже чувствовал, что так она идет. Шаги по коридору, слышишь, она идет. Калининград, 7 апреля 2022 года. С утра на ступенях храма Александра Невского начали ставить большие венки и стали собираться люди. Дул холодный промозглый ветер. Людей было очень много, но могло быть еще больше. Информации о месте и времени было мало и поздно. Два дня назад с Александрой Яковлевой простились в Санкт-Петербурге. Но похоронить себя она просила на родине. Прозвучали стихи Валентина Гафта. Живых все меньше в телефонной книжке. Звучит в ушах смертельная коса. Стучат все чаще грововые крышки. Чужие отвечают голосом. С Валентином Гафтом Яковлева близко познакомилась на съемках фильма «Чародей». Я хочу, чтобы вы были молодые или хотя бы касались молодые. Молодость не возвращается. Фильм «Чародей» рисковал потерять Валентина Гафта из-за нее. От Яковлевой доставалось всем. И осветителям, которые, по ее мнению, не умеют ставить свет. И администраторам, и гримерам. Гафт возмущался тем, что Яковлева не учит текст и заставляет долго ждать ее на площадке, пока ей сделают идеальную прическу. Но Гафт по-другому готовился к роли. Вот готовился так, как его обучали в театре. Готовился, зная текст, прорабатывая. А Яковлеву иногда работают как в кино. Когда оно не помнишь, скажи своими словами. Гафт этого не выносил совершенно. На роль Аленушки претендовали Елена Проклова, Ирина Алферова, Наталья Белохвостикова, Лариса Удовиченко, Елена Коренева. Но ни одна из них не смогла изобразить сразу двух персонажей-антиподов. Это получилось только у Яковлевой. Но однажды Гафт так разозлился, что принялся ее душить. И режиссер Константин Бромберг пообещал снимать его отдельно от взбалмошной актрисы. И пришлось прибегнуть потом к сложному монтажу. Но после окончания съемок актриса помирилась с Мэтром. И как истинный джентльмен, он простил ей ужасное поведение на съемках чародеев. Она часто вспоминала Гафта и все время пыталась в Питер улететь в гости. Она говорит, полетели в Питер, Гафт нас будут встречать. В 2016-м Яковлева неожиданно для всех появилась на экране. Режиссер Николай Лебедев решил снять ремейк экипажа. И придумал роль. Якобы бывшая стюардесса Тамара стала большим боссом в авиации. По инструкции рисковать запрещено. Но как мы будем друг другу в глаза потом смотреть? Вам легко говорить, Тамара Игоревна? Вы, наверное, сами в такую ситуацию не попадали? Не уверены. И вновь на площадке с актрисой пришлось тяжело. Она постоянно спорила с режиссером и контролировала работу всей съемочной группы. Она действительно была необузданная. И со мной она пыталась то же самое вытворять. Но на прощание с ней Николай Лебедев был рядом с детьми актрисы и выглядел просто убитым горем. Он очень близко подружился с ней. Она мне часто снится. Мне, в общем, довольно редко снятся. Ушедшие люди даже очень близкие. А вот с ней как-то мы сейчас разговариваем во снах. Санкт-Петербург, 2018 год. Когда врачи сказали Яковлевой, что это уже четвертая, последняя стадия рака, на лечение нужны были большие деньги. И на помощь пришли коллеги Яковлевой из РЖД. Железная дорога колоссальную поддержку оказала. Колоссальную. Там много друзей, много соратников. И они ее любили, по-настоящему искренне любили. Но актриса решила, что, несмотря на слабость, должна зарабатывать сама. Татьяна Москвина специально написала для Яковлевой пьесу «Две женщины и лейтенант». И актриса объехала со спектаклем десятки российских городов. Только вот Дальний Восток не зацепили. И то из-за того, что пандемия началась. Так уже были договоренности там по спектаклям. Но самочувствие актрисы становилось все хуже. Часто перед выходом на сцену Яковлева лежала по несколько часов за кулисами и не могла встать от боли. На каждом спектакле было страшно. Я помню пенал «Полового морока» Александра Евгеньевна. Врачи давали актрисе три месяца. Но она прожила четыре года. И любила шутить, что если пациент хочет жить, то медицина бессильна. Чем бы ты не болел, как бы тяжело тебя не было. Чем бы ты... Вот помирает человек, все. Но если у него есть потрясающее дело, он тогда выживет. В 2020-м она решила снять картину о жизни Александра Невского. У фильма было рабочее название «Князь». Денег дали в фонде развития Забайкальского края. Поэтому все съемки проходили там. Это же такая даль, да, ехать. Все это там организовать. Носовку, костюмы. То есть это же, ну... Я просто представляю, что это такое-то. Невероятно. Но вот она этим занималась. И ее это держало, я думаю. Этот фильм ее держал в этой жизни. На роль князя Яковлева утвердила актера Дениса Бондаренко. Вместе с ним она появилась на красной дорожке московского кинофестиваля. Ей нравились слухи об их романе. Сашина выдумка с какими-то целями. А она мальчика этого при себе держала. Держала, водила его на веревочке с собой, повсюду. Для Александра очень был важен социальный и публичный статус. Это не бойфренд. Это актер, который должен был сниматься в фильме «Князь». Это главный герой фильма. Актриса должна была продолжить съемки фильма в 2022 году. И запросила финансирование в фонде кино. Но получила отказ. И эта новость ее разбила. После этого она очень сильно сдала. Сразу и резко как бы ее уже не смогла выкармливаться. Актрисе сделали операцию, после которой она уже не покидала больничную палату. Сил становилось все меньше. Тяжело, плохо чувствовала. Она уже не воспринимала реальность. Но она продолжала общаться с людьми. Писала в соцсети о том, что обязательно покинет больничные стены. И снова будет выходить на сцену. Сохранила до последнего свою бодрость. И свою силу духа, силу воли. Мы с ней все время шутили. Приходили. Смеялись. Санкт-Петербург. 1 апреля 2022 года. У кровати актрисы круглосуточно дежурила ее старшая дочь Елизавета. Александра Яковлева в тот день чувствовала себя хорошо и спокойно. И тихо умерла во сне. За несколько часов до этого пришел батюшка. Она поняла причастие. И, наверное, это уже тоже повлияло на то, что она со спокойной душой ушла. Прощаясь с ней, плакали все. Любимые дети и внуки, которые ее обожали. Со слезами на глазах говорили бывшие коллеги. Действительно, не побоюсь этого слова, патриот нашей земли. Гроб с телом актрисы вынесли из храма под аплодисменты. Раздался колокольный звон. Земляки еще раз поблагодарили актрису за все, что она сделала для города. Мы все, Калинин, братцы, очень ей признательны, что она решила остаться у нас навсегда. Самый последний к гробу подошла дочь актрисы. Александра Яковлева упокоилась на том же кладбище, где похоронена ее любимая бабушка, которая так хотела, чтобы внучка была звездой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok